И, друзья, мы на пресс-шоу Beyond the Epica, и у нас в студии находится и ведущий Кристал Мейслива, от меня замечательных два человека, именно Майлстор вместе со Смайлом. Серёг, Вов, привет. Как у вас настроение сегодня? Отлично, первый день в студии спустя сколько? Три месяца? Четыре? Ну, не четыре точно, слушай. Очень много, в общем. И самое главное, впервые за долгое время действительно турнир со, ну, можно сказать, со всеми топовыми командами. Ура! Берёшь, отнимаешь у меня просто работу. На самом деле, у меня было две новости для вас, одна плохая, другая хорошая. Плохую вы сами знаете, у нас отняли эпицентр нормальный Лановый, но хорошая, да, нам предоставили субституцию в виде онлайнового турнира, который объединяет сильнейшие команды мира, в том числе и Сикрет. Я уверен, что вы устали на них смотреть во всех финалах, но об этом мы попозже поговорим. Вот, соответственно, формат у нас классический, то есть раунд-дроминг, все дела. Давайте посмотрим на те команды, которые принимают участие, посмотрим как раз-таки групповую стадию, потому что коллективы поделены по шесть команд, раунд-робин. Ну-то сразу еще одну плохую новость озвучь. Какое? А, да, еще одна плохая новость. Если вы посмотрите в левый столбец, то вы не увидите там коллектива Na'Vi. В правом вы тоже его не увидите. И это не потому, что вы слепы или мы неправильную графику сделали, а потому что коллектив Na'Vi, к сожалению, не будет участвовать на Beyond Epic просто по той причине, что они еще не сформировали до конца состав. Официально у нас будет немножечко попозже, но мы узнали эту информацию прямо здесь и сейчас из наших рук. Вот. И заменит этот коллектив команда Bait. Вот. Я думаю, что команда Bait — это отличная замена команде Na'Vi. Вот. Потому что, во-первых, есть преемственность, потому что есть Dendy. Сразу два вопроса. Выиграет ли Secret очередной турнир? Какой там? Шестой к ряду, да? И сколько карт возьмут Bait? Я думаю, кстати, что одну они возьмут. Почему нет? Потому что, не, они вроде там сражаются на квалификациях, там у них что-то получается против команд, там плюс-минус равных по силам. Но сейчас, опять же, самые жесткие вот здесь вот. И ребята могут вообще не показать ровным счетом ничего. Ну, я так понимаю, что им дали слот, потому что они по квалам там прошли как раз-таки. То есть это не тот слот, который там опять дали Bait ни за что. Нет, они на квалах играли, и они там выступали неплохо. И вот в том числе заслуженный слот за ними. Они в нижней сетке викингам как раз проиграли. Да, да. Ну, они действительно интересно играли. То есть мне в какой-то момент казалось, что они могут выйти с первого даже места. Но это добыло того, когда Empire Hope включились в квалификациях. Но тем не менее, Bait, ну, пусть показывают, на что они способны. Они прервали эту серию из поражений огромную. Может быть, у них получше пойдет. При этом всем напомню, друзья, то, что у нас из квалификации, которые проводились до основной стадии, вышли Empire Hope и, соответственно, Viking GG. Мы, конечно же, хотели бы, чтобы там были, наверное, еще какие-нибудь экстремумы, условно говоря. Ну, то есть коллективы с СНГ именами. Да, потому что, ну, будем честны, нам неинтересно Viking GG в качестве русскоязычной аудитории. Ну, вот, лично для меня эти люди, во-первых, я не знаю ни одного человека вживую, потому что они никогда в жизни не бывали на LAN-ах на тир-1 уровне. Да, а во-вторых, ну, окей, да, Viking, да, мы их так видим постоянно на всех турнирах. Нам бы здесь хотелось немножко больше СНГ. К сожалению, не прошли. Ну, экстремум — это год на пятерке, было интересно наблюдать. К сожалению, не дошли. Топливо кончилось слишком быстро. Что касается других коллективов, там была очень интересная команда, за которой я бы наблюдал вечно. Команда Family так виртуозно закидывать матчи, ну, я давно не видел. То, что они творили, это просто... Такое ощущение, что они просто не хотели побеждать. А что там за состав вообще? Что это за люди? Греки. А, это Греки. А, это Skylark и компания? Spartan Skylark, да. Понимаю, понимаю. По поводу года на пятерке, я тоже комментировал пару его матчей, у него вот эти старые дрожжи все еще работают, потому что он на пятерке... Старые дрожжи. Он выфармливает намного больше, чем его там третьи позиции, вторые позиции. Он просто бегает, чуть ли не там второй по нетворцу. Есть у нас любимое выражение «жадная четверка», а год у нас «жадная пятерка». Он как пакет с тестом, который надулся уже, он так, он набухает. Уж ты дрожжи еще работают. Ну, кстати, по поводу года пятерки мы говорили с Анейчем, что он считает, что правда капитанити... Ну, то есть мы говорили про Дэнди, да, понятное дело, потому что был разговор про бейт, и Дэнди все-таки пикает в этой команде по заявлениям Гостика в его новых видосиках, и, соответственно, он говорил о том, что да, лучше бы Дэнди все-таки куда-то тоже перешел с позиции двойки, потому что все-таки на миде колить очень-очень сложно. Ну, год мне понравился, вот реально. Он на пятой позиции, он очень круто двигался. И потом вот эта микро, да, которую он выработал на протяжении этих лет с кор жесткой роли, он ее всю воплавил в пятерку, и, ну, пятерка с хорошей микро, это очень круто. Кроме этого пятерки, которая прекрасно понимает, какой фарм нужен из его коров, да, то есть для того, что он прекрасно понимает, как на них играть. Не ворует и так далее, там, стакает постоянно. То, что не делали для него там иногда суппорты, он делает как раз-таки для своих коров. Изи Турик для бейт пишет. Давайте перейдем к конкурсам. Напомню, друзья, что у нас, как всегда, есть розыгрыши плюшей, но помимо розыгрыша плюшей простого, к нам в эту акцию подключается Мегафон, друзья. И вот по вот этим замечательным хэштегам, а именно косплей без переплат, Мегафон и Рухаб, вы должны будете сфотографировать себя в бюджетном косплее на фоне нашей трансляции, выложить это дело на стену в ВК. И, соответственно, мы на следующий пришел, когда наберется достаточно хорошее количество ваших фотографий, выявим победителя. Но победитель не только получит замечательного плюша, он победет в финал. В финале мы разыгрываем iPhone 11. Я не знаю, честно говоря, какой конкретный, какого он света и насколько он симпатичный или нет, но я уверен, что он вам понравится, потому что он будет за ваш бюджетный косплей. То есть вы потратите ноль, а получите iPhone. Так что not so bad, not so bad. Мне нравится. Участвуйте обязательно. Будем, как всегда, рофлить с ваших фотографий до бесконечности. Особенно вот Мэл Шторм любит этим заниматься, потому что он профессионал по косплею. Мне нравится, да. Тем более вышла Аркана на Аквапу. Я с удовольствием оценю вашу работу. Кстати, да, Аркана на Аквапу была очень сочная, но о ней мы поговорим немножко попозже. Сейчас, соответственно, давайте поговорим о ТСах, потому что они очень сильно надоели. Team Secret — это коллектив, который в данный момент имеет 15-0 в финалах. Коллектив, который в данный момент доминирует, и коллектив, который в данный момент, я считаю цитату сейчас, если что, на всякий случай для подкрепления, с NH, которым мы совсем недавно брали интервью, вы его немножко позже увидите. Возможно, сегодня, возможно, завтра, возможно, послезавтра. Так вот, Secret — это уникальная команда, которая умеет играть на чем угодно, с самым высоким уровнем понимания. И тут, я думаю, никто вообще не поспорит. Именно поэтому мы собрали для вас немножко статистики по их выступлениям на предыдущих турнирах. И вот так вот выглядит ситуация, которая происходит у нас. Опять же, мы говорим про 15-0, это не самые последние турниры. Последний раз самый жесткий финал, который мы видели, на самом деле, был у нас на DreamHack Лейпциге. Это был LAN-турнир. Это был последний мейджор, который у нас был в жизни нашей. Так в F.R. тоже, по-моему, LAN был. Но не мейджор же. Да, да. Это был простой турнир в Киеве, который в финале Secret и прииграли Enigme. Там, мы помним, дикий совершенно был переворот. Ну а дальше начинается вот та самая онлайн-часть. То есть эти левые два турнира, которые у вас были на предыдущей картинке, это был LAN. А дальше начинается онлайн. И вот этот вот пошаговое уничтожение на онлайне. У Secret, по-моему, отрезок даже был. По-моему, Gamers Without Borders и OGA, Dota Pit. У них вот за эти два турнира, по-моему, статистика именно по картам была 38-1. Да, что-то такое. Ну вот сейчас нам показывают еще ивенвейты коллектива. И мы видим то, что на одном турнире они не проиграли вообще ни одной карты. На другом вот четыре карты проиграли, на другом два на Blast'е конкретно. И то в плей-оффе они это все сделали. Да, да. И если вы посмотрите вообще на путь с Team Secret, то абсолютно большинство времени там они даже ни разу, по-моему, не спускали сетку лозеров. Просто потому что... А зачем? Что-то вы им делаете вообще. На последнем они, по-моему, спустились. Нет, на Blast'е они в Венерах были полностью. Они обыграли OG2 раза подряд. OG2-1 они обыграли, и потом в финале же опять их 3-0 еще. Да, да. Вот. И тенденция такая, что, если честно, заходя на любой гранд-финал с участием Secret, а все гранд-финалы с участием Secret по факту проходят, если это не Тир-3 турнир, я вижу в чате одно и то же. Люди просто устали от этого, от происходящего бесконечности. Исторически очень много было таких годов для Secret. Как раз там начиная с 15-го года, когда они доминировали на протяжении всего сезона, там очень круто себя показывали, но потом заливают Virtus.pro. Жалко, нет Инта. Потому что Secret всегда через год они подходят в какой-то бешеной форме всегда до этого International. Но на International всегда проваливаются. Это очень жалко, что International не будет. Потому что, ну, с такой колоссальной формой, я бы хотел их посмотреть, как они на IT выступили. Приехали бы сейчас опять какие-то там OG, китайцы и так далее. И к N2 все супер как-то мощно подготовились. И этих Secret опять где-то там в каком-то там финале лозеров обыграли. Они там заняли бы четвертое место и опять бы расстроились. Согласись, что на самом деле обычный пик силы Team Secret это весна, особенно начало весны. Они набирают хорошо в зиму. Например, даже если брать предыдущий сезон, да. Disneyland шикарное выступление. Изи просто топ-1 вообще без каких-либо вопросов. Приезжают на эпицентр, не выходят из группы. Причем проигрывая OG с Сошкой. И это был, конечно, тотальный провал. И видно то, что они вот к этому моменту могут реально проседать. И к N2 как раз-таки сбрасывать форму. Хотя все еще являются фаворитами. Там что-то написано было? Я не знаю, там что-то было написано. Сомайло, когда вышла Аркана, что там на клопу или не на клопу. А, я понял. Извините, я просто тут на Crystal Map посмотрел вместо экрана. И, конечно же, для того, чтобы вообще создать хоть какую-то интригу. Потому что все, кто пришел смотреть на Beyond the Epic, я уверен, думают только об одном. Сейчас Secret 3.0, короче. И можно, в принципе, две недели не смотреть. В финале все равно будет одно и то же. И поэтому я хотел бы с вами обсудить как раз-таки, что нужно коллективам в сравнении с Team Secret для того, чтобы хоть как-то вообще попытаться встать с колен и хоть что-то сделать в этом онлайн-турнире. И, соответственно, если мы обычно делаем там наши уровни силы просто в формате, вот есть абсолют, идеал, да, и вот мы говорим, идеал сейчас у нас будет субъективная команда Team Secret. Вот. И мы поделили, соответственно, наши, вот как раз-таки, да, сейчас у нас появится графоний серьезнейший. Вот наши пять команд, которые я взял в качестве самых лучших, интересных и сильных. Вот. У нас есть такая вещь, как драфты. Соответственно, сейчас мы берем за 10 из 10 команду Secret и раздаем каждую из этих команд по оценке, по отношению к Team Secret, а не по отношению там к просто абсолюту какому-то. Наш абсолют — это Team Secret, потому что наши Team Secret слишком хороши. Ну, да, тут, конечно, очень тяжело, на самом деле, потому что у Secret, как мне кажется, у них вот есть две стадии, и не просто так они в финале ни одной карты не отдали. Потому что они играют, такое ощущение, что они играют из серии, ну, дойдем до финала, ладно, не дойдем, не дойдем, но если они доходят до финала, то они там уже играют прямо вот на 100% формы. Ну, ладно. Драфты. Ну, ВП, я бы сказал, сейчас вообще в поиске своих драфтов, поэтому... — 0 из 10. — Сильно. Окей. Серег, твое мнение? — Ну, я солитарен с Вовой, потому что у них не всегда все заходит. Я, наверное, им шестерку сейчас где-то. Ну, 6 из 10, да? Мы так ставим? — Да, да, да. Итого у нас, получается, две оценки. Возьмем среднюю. — Нет, я поставлю... — Получается троечка. — Получается троечка. — Я первую поставлю, на самом деле, 4, потому что первая оценка будет средняя у меня, чтобы там дальше можно было вверх-вниз. И 4, потому что, ну, все-таки ниже среднего чуть-чуть. Ну, 4 у меня. — Окей, хорошо. Итого пятерочку в задрафты по отношению к, соответственно, секретов. Как вы видите, у нас 5 пупеечев. — 5 пупеев. — Вот. Они не очень довольны. Вот. Дальше погнали по Alliance. — Alliance — команда, которая играет на Нико исключительно. То есть вот у них такой плейстайл. Они там отдают ему много фармить. И они, в принципе, в нем уверены. Но это немножко... Они в этом плане не такие гибкие. Поэтому за то, что у них есть одна вот такая вот сильная глобальная стратегия, которую они различными драфтами воплощают. Я бы сказал, что относительно, вот если в ВП это 5 пупеев, я бы дал 7 пупеев. — 7 Alliance, да, значит. Flight to Moon — это ребята, которые... — А ты согласен со мной, да? — Да, я думаю, Серега только что это сделал. — Все, все. — Просто взял и согласился. — Окей. — Flight to Moon — ребята, они могут обыграть, в принципе, любую команду. Ну, не считая секрет, конечно же. Любую команду могут обыграть. Это из грандов, из топов. Если им достаются вот их персонажи. У них есть определенный там пул персонажей, да, героев, на которых вот они прям очень круто исполняют. И эти герои очень агрессивные всегда, очень агрессивные. Если они какой-то там пытаются идти в какую-то пуш стратегию или на какой-то жесткий лейт играть там на какую-то спектру там и так далее, то у них сразу рушится вообще вот все понимание как бы доты. Поэтому у них нестабильность идет. Вот именно они пытаются грейдиться, они пытаются добавлять себе в пул определенных персонажей, но все равно они могут играть только одной стратегией. — Герои разные, а стратегия одна и та же. — Герои разные, а стратегия одна и та же, да. Им я тоже, наверное, поставлю пять. — Ну, я их ставлю чуть, может быть, выше в ВП или на уровне, но я даже не знаю. Ну, я собирался поставить пять. В принципе, если я, допустим, поставлю четыре, тоже ничего не изменится, будет четыре. Ну, пять, да. Для меня вот они с ВП на одном уровне находятся, тем более у них сейчас тоже проблемы и непонятно какого характера. Я думаю, что на драфтах это тоже сказывается. Оу-Джи... — Тут намного проще разговаривать, потому что мы только что видели финал Бласта, и, соответственно, там в Best of 3 сначала мы могли видеть драфты Оу-Джи против Сикрет, и в Best of 5 драфты Оу-Джи против Сикрет. Честно скажу, кстати, на финалах мне не то чтобы не было ни одного драфта, который мне бы совсем не понравился от Оу-Джи. — У них совсем своя идея, им непонятно как они вообще играют с этими всякими историями с Пингом, и думаю, что на лане они будут гораздо сильнее, но у них абсолютно... Я бы сказал, что у них оценка 0 Пупеев, но у 10 Себов, типа вот... Ну что-то типа такого. Но если... Я бы сказал 9 вообще, ну вот... — Плюс все, наверное, лучше и... — Просто десятку тяжело поставить. Да нет, даже 10, наверное. Почему нет? Им мешают другие какие-то факторы. Совсем не драфты. Нет, я за 10. — Я, наверное, на 8 поставлю. Вот именно фактор, знаешь, какой мешает? Потому что тут нету того состава, который вот именно все вот это досконально понимает. Когда ты... У тебя исполнитель там хороший, там мощный исполнитель, одни из лучших исполнителей, да, в мире. Но именно тот фактор, что вот нету золотого Golden 5, да, этого золотого состава OG, и когда вот все на своих местах, то вот, мне кажется, вот именно вот это мешает им. Вот из-за этого они не могут как раз эти драфты там какие-то определенные исполнять. — Liquid остались? Ну, у Liquid тоже они немножко на своей волне, они немножко напоминают в этом плане каких-то... Ну, я бы не сказал, что и Lions, потому что у них нет такой там, что игра исключительно на кэре. У них, скорее, вот такая какая-то вот собранная уже несколько стратегий, которые они очень хорошо исполняют. Я бы поставил им восемь, потому что, ну, мне кажется, они слабее, чем у OG в этом плане, но они определенно сильнее всех остальных здесь. — По игре не соглашусь. — Ну, так у нас не игра же, у нас драфты, он да. — Все равно, там исполнение не всегда не на высоком уровне. Те же самые даже Virtus.pro, да, когда они могут взять более слабый драфт. — Просто подожди, до исполнения мы дойдем. — Не, не, все равно как бы исполнение их подводит, но по драфтам мне прям не супер сильно они как-то нравятся. С ним тоже, наверное, вот эту среднюю статистическую поставлю пятерку. — Итого, ты сказал восемь? Пять? — Пять. — Итого у нас что-то в районе типа шесть с половиной, семь. — Шестерка. — Можно кинуть монетку. — Ну, шестерки у нас нет, пусть будет шестерка. — Пусть какая будет шестерка. Итого, с драфтами разобрались, понятно. Ну, если вы посмотрите просто вертикальненько, даже несмотря на команды слева, то вы поймете то, что мы не считаем, что есть хотя бы одна команда, которая сравнится с Team Secret в данный момент по хотя бы этому показателю. Второй, соответственно, показатель у нас исполнения. Вот. И к VP, я думаю, у вас тоже могут быть вопросы. — У меня нет вопросов. Они просто, ну, на драфтах себя могут такую яму загнать, что тебе в исполнении нельзя вообще ошибаться. Они пытаются всегда играть на максимум. Я им восемь ставлю, это Virtus.pro, они остались такими же сильными и, в принципе, по исполнению не уступают как бы грандам, да, тем же самым Secret, тем же самым, там, Enigme и так далее. — Угу. — Четыре. — Сидел-сидел такой. — Ну, блин, я просто… Из того, что я видел те моменты, ну, четыре. — А что ты видел? — Четыре. Ну, явно не дорабатывают они в многих моментах, как мне кажется. Просто очень тяжело понять, где заканчивается исполнение, где командная игра, где драфты. А, тут в нишах оцениваем. — Да, тут в нишах оцениваем. — Ну, VP — это команда, у которой либо все 10-10-10, либо все 0-0-0. И вот пока у них как-то все 0-0-0. Они не могут все связать воедино, поэтому исполнение не вяжется. Единственное, вот я как бы за скобки вынес Нунчика здесь, да? — Ну, это понятно. Я думаю, Нунчика всегда можно вынес. — Но, к сожалению, мы не можем выносить за скобки в плане команды, поэтому… — Мне, кстати, кажется, что твое вот мнение, оно полностью соразмерно мнению фанатов VP. ВПшные фанаты — это классика жанра. Либо 10-10-10, либо 0-0-0. — Ну а что? — Другого вообще никак. — Ну а что? Ничего не… Ничего такого нет? Нет, я в плане оценки 4, ничего такого нет, но как бы сейчас вот так я вижу… — Ну, поставил 0 на драфтах, ну поставил 4 на исполнение. — Да не 0, я 4 на драфтах поставил. — Просто интересно, что бы ты сделал с юниками и бейтами просто. — Я в 4 поставил на драфтах и 4 на исполнение. — Окей, окей. Погнали дальше. А Альянс? — Альянс из 7. У них, ну, вроде, все вот на своих местах, да. Ника Бэби фармит. Вроде все там играют на каких-то определенных своих там ролях героев, двигаются неплохо. Но вот им чего-то не хватает. Походу, скилла чуть-чуть, чтобы обыгрывать. Потому что, ну, по-хорошему, они вот на всех турнирах вылетали очень рано. — Я полностью согласен с предыдущим оратором, потому что вот им конкретно не хватает исполнения. Вот если с ВП ты смотришь и не понимаешь, чего не хватает, кажется, что всего, то здесь ты смотришь и видишь, о, круто! Вот вроде бы все правильно, но тут что-то медленновато, тут что-то поздновато. Ну, 7, да? Ну, да. Я вообще хотел 6 поставить, но пусть будет 7. То есть, в принципе, смысл один и тот же, что им реально не хватает, к сожалению, класса. Все. Плайтумуны, если держим в уме как раз их героев и их драфт… — Да, классический. — Да, классический их драфт, агрессивный плейстайл, то тоже 7. Они очень круто с ним всегда играют. — Да, да, да. — Проблема с тем, потому что реально их исполнение от семерки до нуля, типа, это вообще вот щелчком пальцем, пальцы, точнее. — Из грязи в князи. — Да, да. Вот за одну секунду буквально, за один переворот, один тимфайт не пошел, все, до свидания, можно больше не играть. — Такое нестабильное. Ну, пусть будет 7, да, там, 7. Я бы даже сказал, может быть, 7.8. Там, если Allianz 7.6 для меня, то здесь 7.8 скорее, но это все, если попрет, что называется. — Они очень жестко душат, они очень жестко сноуболят, но им нужно для этого какой-то инструмент в лице их персонажей. Инструмент будет в этом сезоне. — OG, берем десятку, вычитаем 250 пинга, вычитаем еще и получаем семерку, наверное. — А я думал, ты скажешь минус 245, типа, по минус 240. — Нет, нет. Ну, невозможно оценить эту команду. Но мне кажется, у них на уровне... — Я OG здесь вижу куда... Ну, если VP 6, да, в Allianz 7 и Fly to Moon 7, но OG явно лучше смотрится. Если вовремя ставить семерку, но я поставлю 9. — Мне кажется, на самом деле, что... — Не, я только за пинг. — Я только за пинг. — Я только за пинг. Я честно скажу, для меня исполнение OG, оно полностью зависит даже не от пинга, а от просто онлайна. Это все люди, которые не способны играть на стабильности формата. Ну, буду я катать турик за туриком, турик за туриком. Они всегда были про то, что взрываюсь просто от мотивации на лане. Если она есть, значит, мы выигрываем. Если ее нету, нам плевать. И так работает OG психология. Поэтому для меня здесь было бы два, просто потому что они могут исполнять в 350 раз лучше, нежели то, что они делают. Вот. И сейчас им просто не так сильно хочется катать. Об этом довольно много кто говорил. Давайте посмотрим, что там по поводу ликвидов. Последние как раз-таки они в исполнении. Мне кажется, Серега их сейчас просто придушит. — Да нет, я им тоже поставлю там выше пятерки. Это точно. — Итого единственная оценка в виде пятерки. У нас остается, по ходу, только у B5-драфта. — Ликвид — это команда вот одного уровня. С Light of Moon с альянсами, с Virtus.pro на данный момент. Тоже как бы семь полноценно. У них все вроде неплохо получается. — Я за восемь, но соглашусь на семерку общую. Мне очень нравится, как ликвид исполняют индивидуально именно. У них есть суперсильные исполнители. — У них есть суперсильный тайга. — У них есть суперсильный тайга, да. — У них есть суперсильный тайга, да. — Как минимум за него. Ну вот так и у нас получается. Шестерки. От шестерки до восьмерки. Практически перекинуть бы в Virtus.pro. — Матумба? — Да, Матумба на рофлах. Я, честно говоря, не знаю. Можете просто по фасту валить. — Не, это довольно важный на самом деле такой параметр. Потому что вот как у Secret. Вот они что-то играют, играют. Ты комментируешь игру, они играют, играют. Вроде бы ситуация равная. Бак стрела залетела, бак стрела залетела, игра закончилась. Вот просто так на рандоме где-то. Ну вот зацепились. Вот за такие какие-то вещи. Так, ВП. — А у нас харизма отталкивается от игры харизматической или от персоналии? — Я тоже, честно скажу, не знаю. Но вы можете выбирать сами. Потому что, честно, для меня харизма, типа, это перк внутри RPG. Когда там, типа, выбираешь, у тебя харизма открывает интеллекту. — В общем, короче, Аркана на квапу. — В общем, я думаю, что... — Для меня это что-то из серии. Вот он приходит на линию, и он начинает там крутить, он там танцевает на low HP, за ним бегут двое, он мансит в лесах, что-то вот такое. Или просто на характере выходит фармить, за ним никого, а враг не знает, может быть, там за ним кто-то стоит. Короче, ВП... — Короче, если мы берем за OG, да, это десятка будет по отношению. — Да, да. — OG десятка. — OG десятка будет, спойлер. — Будет, но мы сначала с ВП, да. Я просто для того, чтобы люди поняли, что ты имеешь в виду. — Ну, не хотелось бы душить нашу команду, поэтому поставим им пять. — Продолжаешь, да? — Virtus.pro за игровую харизму они умеют. Им как бы только дай повод ее сделать. Там я девяточку прям влеплю сразу. Просто вспоминаем там вот эти моменты, когда они просто бегают за героем, не убивают его. Да, понятное дело, это все в том сезоне было. — Вот именно, да. — За предыдущий сезон 10-10, 100%, даже если не 15-10. — Дай им только повод. Дай им только повод. Дай им только почувствовать полную доминацию в игре. Они тебе начнут исполнять такое, что вот эта харизма заработает прямо на девять матумба-менов из девяти. — Ну, пока, согласись, как-то не хватает вот этих вот... Ну, то есть, я не говорю, что Рамзес конкретно там... — Пока не хватает. — Или Паше, но и Резолюшн, и ЛТВ смотрятся намного более умеренными людьми, которые стараются играть на верочку, а не на фан и не на вот это давление эмоциональное противника. — Ну, нету, нету главного. — Да, да. — Рамзека нету, который любит вот это все. — Он теперь тоже довольно умеренный. — Так, но если ПП я поставил пять за такую харизму, то Альянсам придется поставить четыре, потому что у них этого явно меньше. Ник и Бэби точно не тот человек, который там внезапно кого-то чем-то напугает. Он придет только тогда, когда он уже сверх уверен в том, что он делает. Четыре я ставлю. — Альянс очень серьезная команда именно по людям. — Давайте просто добьем это по фастику. К сожалению, нам надо еще поговорить о том, какие матчи будут сегодня. — Давайте по фастику. — Ну, Альянс тоже. Прямо они самые такие. Четыре тоже. — Четверочку туда. — Flight to Moon — девять. — Это вообще девять в чистом виде. — Ну, они чисто фановые, но камон. — Так же, как Virtus Pro. — OG — десять. — Семь. — Восемь пусть будет или... — Кто первый сказал, тот и батя. — Бог с ним. — Мы с OG уже решили заранее, потому что у них десятка. — Liquid? — Соответственно, я думаю, нет. — Liquid? — Я думаю, пять. — Пять, да. Это без шансов. Просто пять. — Во, вторая пятерка. Красиво. — Вот и все. Вторая пятерка появилась. И единственный, наверное, самый низкий показатель, получается, среди всего, что нашли мы — это Charisma Online. Это четыре. Все остальные... — Драфт и ВП. — Да? — Да. И драфт и ВП вместе в равенстве с Charisma и Liquid. Вот такая у нас получилась сеточка в сравнении, напомню, с Team Secret. Мы молимся, чтобы не выиграли в финале 3-0 и в этом турнире, потому что нам совершенно не хочется это увидеть. Давайте обратимся к сегодняшним матчам, потому что мы сейчас будем смотреть 3-0-3 на сегодняшний день. На самом деле, наверное, не самые-самые эпичные, которые только можно найти, но хорошие для разогревающего денька, потому что напомню, что это первый день группового этапа. И мы будем смотреть Alliance против Empire, Unique против Viking и NIP против Liquid. Начнем мы сегодня с Alliance против Empire Hope. По-моему, у нас были там последние встречи с ними или не было. В любом случае, расскажите, что вы тут ждете. Ну, Empire Hope, я вот смотрел их на квалификациях, они, конечно, вышли с первого места, но при этом очень не стабильно. Они вообще могли бы вылететь из групповой стадии квал. Не сказал бы я, что они стабильную какую-то показали доту или невероятный какой-то уровень продемонстрировали. В любом случае, Alliance достаточно сильны, чтобы здесь без особых проблем разобраться, как мне кажется. Ну, у них такой очень плотный, твердый плейстайл, то есть они стабильны вот именно. Да, им тяжело прыгнуть выше головы, альянсом, но я здесь их вижу явными фаворитами. Имперцы, ну, сколько мы элик наших уже откомментировали, да, вот это самая последняя прайм была. Ну, они там на равных бьются с командами, с Unique, они их там обыгрывают, с те же самые винстрайки, да. Вот этот уровень пока. Ну, Hope, они хоть и стали вчера имперцами полноценными, но все равно, ну, это из-за того, что они квалификации прошли, они там их повысили в звании. Но все равно, как бы, они пока... Генерал Капрал. Они пока еще зеленые ребята. И с такими грандами, как... Ну, вообще... И с зелеными альянсами, не побудьи. С зелеными альянсами они все равно здесь будут альсайдерами явными. Окей. Дальше у нас противостояние будет Викингов, да, против... Ну, это самое интересное, на мой взгляд, потому что здесь... Unique. Что уж там говорить. Вот оно. Да, вот оно. Мы видим, что 2-0-2-0, но в разную сторону. На самом деле, очень равные, на мой взгляд, команды. Очень равные, на мой взгляд, команды. Но очень... СНГ-сцена проигрывает европейски, если взять вот все топ-команды. Нипы просто... Господи... Викинги держатся в самом низу вот этого европейского дивизиона. А Unique, они, ну, подбираются, скажем так. Ну, все равно для меня фавориты все-таки Викинги, но чуть-чуть. Говорил я со Скороходом во время интервью. В Unscorum есть кто-нибудь в курсе. Соответственно, он говорил о том, что как раз-таки Викинги были главным криптонитом для них. У них был дикий лустрик. Ну, это было показано на статистике 0-2-0-2. На самом деле там 0-2-0-2-0-2. Вот такие варианты. Потому что они очень много встречались с ними в рамках тир-2-3 турниров. И вот последний раз смогли обыграть 2-0. Для них это было очень важным моральным моментом. Потому что они постоянно спотыкались именно о Викингов. Вот. Ну и, соответственно, личные встречи по последнему противостоянию. На мой взгляд, это самая зрелищная катка будет Liquid NIP. Такая средняя европейская дермия. Да. Дефолтная на каждый день. Знаешь, только за чаем с утрица. Ну, мне кажется, здесь Liquid вот сейчас они выглядят фаворитами по нынешней игровой форме. Но, опять же, посмотрим. Ну, я считаю, что они фавориты будут, что они должны побеждать здесь. Они просто состав NIP не до конца вот импонируют. Как бы Liquid они уже устаканились, они там на опыте. А NIP что-то там вот где-то еще не до конца поднялось. Ладно, посмотрим, у кого что поднимется и насколько хорошо будут выступать NIP на этом турнире, друзья. А на этом пришел наше заканчивается. Но, опять же, напомню, что у нас целый эфирный день сегодня. Целых три БО-3, так что никуда не убегайте. Сейчас будет интервью, которое Даша для вас специально взяла у BZZ, у одного из игроков команды Unique.